13 февраля в Тверском районном суде Москвы состоятся первые слушания по делу экс-главы Владивостока Игоря Пушкарёва. Больше полутора лет он находится в СИЗО «Матросская тишина», за что арестовали бывшего градоначальника, что ему пытаются поставить вину, до сих пор непонятно общественности. В деле, считают эксперты, множество противоречий. Ответы на вопросы об уголовном преследовании Игоря Пушкарёва сегодня в прямом эфире «Радио Лемма» журналист Андрей Калачинский искал вместе с адвокатом Алексеем Клёцкиным. На первоначальном этапе расследования уголовного дела Игоря Пушкарёва потерпевшей стороной выступала администрация города Владивостока. Здесь гораздо интереснее. Само следствие отменило постановление о признании администрации потерпевшей. Ещё один абсурдный момент в деле Игоря Пушкарёва – якобы причинённый им ущерб компании «Мубдороги Владивостока». Его обвиняют в том, что город покупал материалы на стройке саммита по завышенной цене. Позже выяснилось, компания «Востокцемент» деньги и материалы предоставила городу безвозмездно. За шесть лет предприятие ни разу не предприняло никаких действий, чтобы взыскать долг. Тут не надо быть экономистом, бухгалтером, чтобы понимать, если тебе поставили материал и ты за него не заплатил, то ты получил прибыль, а не убытки. Когда стало понятно, что ущерба городу нет, в деле Игоря Пушкарёва появилось обвинение во взятке, которую он якобы дал экс-директору «Мубдороги Владивостока» Андрею Лушникову. Как посмеялся Андрей Калачинский, мэр дал взятку подчинённому. Это самое интересное, что после того, как было предъявлено это обвинение, никаких следственных действий, направленных на сборы и закрепление доказательств, По взятке? По взятке не было. То есть взяли то же самое, что было. И переквалифицировали? Не переквалифицировали, а добавили новую формулировку. Так, с ущербом вопрос странный. Он как висел, так и висит. Его по сути нет. Значит так, получается, ущерба нет, но этот возможный ущерб мог бы быть причинён только потому, что эти люди сговорились и давали друг другу взятки. Я правильно понимаю логику? Считает следствие, что давали, но покажите тогда, где это зафиксировано. В случае с Игорем Пушкарёвым Верховный суд изменил место проведения судебных слушаний и перенёс их из Владивостока в Москву. Хотя в законе чётко написано, что они должны быть там, где совершено преступление. Можно сколько угодно говорить о справедливости, о праве на судебное разбирательство, честное, справедливое, законное. Статистика. Во времена Сталина, по разным оценкам, в разные годы, в среднем, так возьму, 15-18% оправдательных приговоров было. Опять же, это цифра плавающая была и больше. 15-18%. Во времена суровых репрессий. Что мы видим сегодня? До недавнего времени 0,3% оправдательных приговоров, а в прошлом году 0,2%. Однако, несмотря ни на что, Игорь Пушкарёв продолжает верить в справедливость российской судебной системы и пишет об этом в своих социальных сетях. Светлана Садовая, Василий Косилов. Новости на Восьмом.